Всем привет! С 23 февраля был на выставке в Германии и купил себе молоток с пружиной, подпружиненной. И меняется здесь длина штыря. Вот до сюда можно додвинуть. Это еще плюс 10-15 сантиметров. Что удивило. Нигде не находил информации, никто и не подсказывал. Знаю многих и никто не рассказывал, как работать с пружиной и без пружины. Работает, ну это для меня открытие 18-го года, честно скажу. Работает бомбовски. Например, делал машину посередине. Ну маленькая вмятинка, да. Плана такой. Клипсы клеятся. Натягиваешь, происходит удар. Ты чувствуешь, что плато аж к тебе подтягивается, как это натягивается. В конце выстрел на отстрел уходит. Это на середине двери. Вылетает моментом. Просто, ну не перетягивает. Это пружина, наверное, я так понимаю, буферит ее удар сам. И выстрел получается, ну, как холодным клеем. То же самое примерно. Сама техника, как ударом боксерской перчаткой. Работал на стойке. Вообще бомбовски. По-другому чуть-чуть. Не на отрыв, а просто удар происходит. Вверх и остановка. Ну, не на отрыв. Не перетягивает ничего. Может быть, надо добавить. Там, я не знаю. Берешь просто керн и два-три раза легкое осаживание происходит. Потому что нет перетягов. Вообще нет. Ну, для меня лично открытие, я еще раз повторяю, с 2018 года. Что еще бы хотел сказать? Ну, смотрите, можно самому сделать, там поэкспериментировать. Тут регулируется натяг самой пружины. Меньше, больше. Ну, я не знаю, там смысл какой-то есть. Наверное, есть. Пружина очень жесткая, честно скажу. Ну, сам удар. Ну, это когда при работе сразу можно почувствовать. Ну, совершенно по-другому. Глухой удар и подпружиненный. Вот. Ну, и в плане, я не знаю, на больших клипсах еще не пробовал побольше. В плане 15 миллиметров. Это что-то такое, не знаю, это овальное. И вот это, по-моему, десяточка. Ну, самое то. Ну, клянусь. Вот так. Всем привет. Ну, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok